Современные методики преподавания, постоянное развитие системы образования и реализация национальных проектов. Один из них – школа 500+. В него входит и Одинцовская школа номер 5. Также образовательные учреждения округа принимают активное участие в региональных проектах. Также в округе у нас две флагманские школы – это Одинцовская лингвистическая гимназия и Одинцовский десятый лицей. Флагманская школа, как отметил Андрей Юрьевич Воробьев, это самая сильная школа в округе и это проект губернатора. Самая сильная школа муниципалитета может иметь право носить имя флагманской школы. За первый квартал 2023 года открыто два детских сада. В Кубинке на 330 мест и в микрорайоне «Гусарская баллада» на 400 воспитанников. С целью ликвидации очередности в дошкольных образовательных учреждениях будет завершено строительство еще двух – в Новоивановском и в Новой Трехгорке. Также одной из главных тем брифинга стала социальная сфера. На этот год в рамках летней оздоровительной кампании запланировано охватить различными мероприятиями более 23 тысяч детей. Кроме того, в округе большие достижения в молодежной политике. На сегодняшний день уже порядка 36% молодых людей вовлечены в различные наши мероприятия. Проведено 16 мероприятий патриотической направленности, 25 интеллектуальных игр, 28 молодежных мероприятий, 10 мероприятий антинаркотической направленности. Это различные мастер-классы и военно-патриотические. В этом году в округе состоялось открытие первичного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Приоритетными направлениями работы стали волонтерство и благотворительность. Также важным проектом является и молодежная редакция на базе Одинцовского информационного центра. Ребята готовят актуальные для подрастающего поколения новости и обсуждают с экспертом важные для них темы. Еще одна сфера, в которой подвели итоги – здравоохранение. В ходе брифинга жители смогли задать интересующие их вопросы, в том числе о стоматологических услугах. У нас существует четыре лаборатории в Одинцово, в составе нашей больницы. Поэтому мы тоже проводим льготное зуб протезирование. Чтобы вам ее получить, необходимо пойти в соцслужбу и взять у них соответствующие направления. У нас очереди нет. У нас сейчас четыре лаборатории. Одна в Голицыно, одна в Звениграде, одна в Одинцово, в третьей поликлинике, и одна в Немтиновке работает. В округе продолжает реализовываться программа модернизации объектов здравоохранения. Работы завершены в офисе врача общей практики в селе Савинская Слобода, в хирургическом корпусе в Звенигороде и в других медицинских учреждениях округа. Важным аспектом остается привлечение высококлассных специалистов и оснащение медучреждений с современным оборудованием. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Продолжение следует...